Здравствуйте, в эфире программа Азбукопотребителя, с вами Мария Бодрова. Сегодня предлагаю поговорить об ипотеке. В прошлом году на ипотечном рынке произошли серьезные изменения. Так вот, как обстоит ситуация сейчас и выгодно ли брать ипотеку в нынешних реалиях? Разберемся по буквам. За советом Азбукопотребителя идет к одному из ведущих самарских специалистов в сфере недвижимости. Татьяна Сырова всегда знает, когда приходит время выгодной сделки. В декабре 2014-го граждане России пребывали в шоке от зашкаливающих курсов иностранной валюты. И как ни странно, все эти условия дали ипотеке вторую жизнь. Прогнозы, которые делались, например, в декабре, и были очень большие опасения, что ипотеки не будет, и были только надежды, что ипотека вернется, они были более пессимистичны. Из-за снижения цен на первичном рынке жилья вопрос об ипотеке вновь становится актуальным. Ситуация для покупателей в этом смысле значительно лучше, чем полгода назад. Многие люди, имеющие средства на приобретение квартиры или хотя бы на первоначальный взнос, но приостановившие процесс покупки в ожидании снижения цен, поняли, что нижний предел достигнут. И более выгодных возможностей для приобретения недвижимости не будет. Поэтому рынок недвижимости постепенно оживает. Число сделок растет. Сейчас банки, учитывая в том числе и спрос на загородную, возвращают ипотечную ипотеку и на загородную недвижимость. Да, по более высоким ставкам, но возвращают. Это говорит о том, что ипотечное кредитование у нас в стране будет, и, соответственно, рынок недвижимости будет жить. Потому что все-таки привязка к ипотеке, по разным данным, у нас кто-то говорит 70% ипотечных сделал, кто-то говорит 50%, но в любом случае этот процент достаточно ощутимый. На рынке недвижимости началось повышение деловой активности. И это связано с тем, что период падения цен, который продолжался почти год, по-видимому заканчивается. Многие покупатели, которые откладывали приобретение квартиры, ожидая наибольшего падения, снова выходят на рынок. И им есть чему радоваться. Цены снизились в среднем до 40% от цен годичной давности. Правда, ипотечные ставки еще не снизились, но, по прогнозам специалистов, в ближайшее время они должны стать более доступными. Как только это произойдет, число ипотечных заемщиков на самарском рынке может существенно увеличиться. Процентные ставки, в моем понимании, сейчас, на сегодняшний момент, да, вот кажется, вот мы вчера брали под 13, сейчас берем под 16. Вопросов нет, но, во-первых, гораздо более высокий уровень инфляции. Все-таки в 16 годовых в рублях сейчас это очень, это гораздо дешевле, чем при сегодняшнем курсе доллара, это гораздо дешевле, чем 14 при курсе доллара, например, 29 или 30. Плюс никто не отменял никогда рефинансирование. Если же просто сравнивать ипотеку нынешнюю с ипотекой годичной давности, то нынешние привлекательнее. По некоторым программам процентные ставки падают вслед за ставкой рефинансирования в Банке России и упали на докризисный уровень даже несколько ниже. При этом жилье, приобретаемое в кредит, ощутимо подешевело, значит, уменьшили суммы кредитов и, как следствие, ежемесячные платежи. Так что в этом отношении сегодняшние кредиты не просто выгодны по сравнению с докризисными, а очень выгодны. Другое дело, что получить их стало куда сложнее из-за ужесточения требования клиентам, из-за уменьшения числа надежных заемщиков, из-за возросших требований к объему собственных средств, вкладываемых заемщиков в покупку жилья. Банки начинают немножко ужесточать требования. В повышении есть корректировка по первоначальному взносу, например, было 10%, сейчас минимально 20-30%. Но в любом случае даются практически на все виды недвижимости, в том числе и долевое строительство. Это говорит о том, что банки верят в стабильность строительного сектора. Банк не может в одностороннем порядке менять процентную ставку по кредиту, то есть сейчас ипотечные покупатели стали более защищены. До кризиса проценты по ипотеке компенсировались ежегодным повышением стоимости недвижимости. Теперь такого роста нет, а во многих сегментах наблюдается падение. Ипотека станет выгодной тогда, когда рынок жилья вновь пойдет в рост, и текущую осень по многим аспектам является переломной. Ряд аналитиков прогнозируют нынешней зимой повышение стоимости недвижимости, либо стабильность до весны. Существенного падения цен уже не ожидают, так что если жилье, приобретенное сейчас по сниженным ценам, существенно подорожает, ипотека будет выгодной по-настоящему. Сейчас можно взять объект недвижимости по хорошей цене, да, с немножко более высокой, скорректированной процентной ставкой. Но при этом им пользоваться и жить. Можно подождать, когда процентные ставки понизятся, но понижение процентной ставки сделает более доступную ипотеку, а более доступная ипотека дает толчок для роста цен на недвижимость. Выбирая вложение в ипотеку, вы можете отказаться от выплат, к примеру, за аренду недвижимости, потому что собственники жилья, в отличие от банков, всегда оставляют за собой право изменить оплату. Предлагаю взвесить все за и против и обращаться уже за помощью к профессионалам. Они подскажут вам лучшие варианты. До встречи в программе Азбукопотребителя.